Есть несколько критериев, в соответствии с которыми коммерческая структура причисляется к малому бизнесу. И, как правило, деловые люди отлично знают, что их бизнес относится именно к категории малого. В отношении таких предприятий сегодня действует трехгодичный запрет на плановые проверки. Но это не означает, что проверки исключены совсем. Субъектам предпринимательства следует понимать, что запрет на проведение проверок установлен в отношении только плановых проверок. Такой запрет имеет некоторые исключения. В частности, проверки в отношении субъектов предпринимательства, владеющими объектами пожарной опасности, отнесенной к третьим и высшим классам. В отношении владельцев гидротехнических сооружений и иных объектов опасных производственных проверки будут проводиться плановые. Это исключение, ведь запрет на них не распространяется. Перечень лиц и организаций, на которые мораторий по плановым проверкам не распространяется, находится в свободном доступе. Он указан в статье 26.1 294 федерального закона. У контролирующих и надзорных органов сохраняется и право проведения внеплановых проверок. Основания для их назначения перечислены в статье 10 этого же закона. Порядок их инициации остался прежним. Если наиболее распространенный случай назвать, то органы Роспотребнадзора, проводя проверки по заявлениям граждан о нарушении прав потребителей, внеплановую проверку в отношении юридического лица, индивидуального предпринимательства могут проводить без согласования с органами прокуратуры. Без согласования с прокуратурой внеплановые проверки могут проводить и органы жилищного надзора при сообщении о нарушениях. Если предприниматели сомневаются в законности проведения проверки, они могут сообщить об этом в прокуратуру, которая даст действиям контролеров правовую оценку. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.